Проблема киберпреступности в последние годы стала все более актуальной. Именно поэтому настала центральная тема большого круглого стола. Перед молодыми людьми выступили представители правоохранительных органов, которые в очередной раз напомнили о тех опасностях, которые могут поджидать юноши и девушек на интернет-просторах. В настоящее время информационные технологии и все остальное нас окружает. И проникновение, в том числе в молодежную среду, у нас оценивается порядка 100%. Естественно, у каждого здесь присутствующего есть банковская платежная карта, мобильный телефон, дома телевизор, в том числе с искусственным интеллектом и так далее. Это все составляющие сферы высоких технологий, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. Большая доля преступлений происходит с использованием социальных сетей. Через взломанную страницу преступники выманивают у виртуальных собеседников данные карты и получают доступ к реальным денежным средствам. К сожалению, только пятая часть от общего количества респондентов перезванивает и уточняет, если у человека эта необходимость на самом деле. Первый вопрос, так или иначе, связан именно с высоким уровнем доверия. Тем, с кем происходит общение, с каким-то системом контроля и так далее, и так далее. То есть, именно такой дружеский стиль общения, распространенный в социальных сетях, создает, что называется, ложное ощущение, что вокруг только друзья, ничего плохого не может произойти. Плюс очень высок, говорю, уровень доверия именно тем системам безопасности, которые существуют в этих самых социальных сетях. Как следствие, люди не задумываются о самом простом и элементарном. А информационная безопасность, она начинается как раз-таки с соблюдения самых простых требований и правил. Большой круглый стол в техническом университете проходит не случайно. Здесь обучаются будущие специалисты сферы IT. Многие юноши и девушки уже в студенческие годы имеют серьезный багаж знаний и практику работы с отдельными видами программного обеспечения. Понимание важности проблемы станет стимулом для проведения тематических научных исследований и работ, которые впоследствии могут лечь в основу раскрытия отдельных видов преступлений. Это возможности курсового проектирования и различных научных разработок. Ребята очень активно в этом плане работают. Я думаю, что эта отрасль востребована будет очень и очень серьезно.